Продолжение следует... На самом деле Украина. Меня зовут Анна Нитченко. Здравствуйте. Судьи на выход. Народные депутаты принесли в КСУ обращение, где предлагают добровольно сложить свои полномочия 11 служителям Фемиды. Тем, кто поддержал отмену уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников. Подробности в нашем материале. Скандальное решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Уверен премьер-министр Денис Шмыгаль. Очередной раунд переговоров с МВФ запланирован на следующую неделю. МВФ стурбовано смотрится на ситуацию, которая происходит. Но они понимают наши цивилизованные реформаторские прагнения. И абсолютно это не вплывает в частности финансирования и выполнения программы МВФ. 11 судей должны добровольно сложить свои полномочия. Нардепы передали обращение в Конституционный суд Украины. Под ним подписались 224 парламентария. Основная цель, по словам руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, остановить разрушение антикоррупционной системы страны. Мают одну мету. Це фактично запобегти подальшим решениям Конституционного суду, які можуть повністю зруйнувати так довго побудовану і з таким важким шляхом, я б так сказав, антикорупційну незалежну інфраструктуру. Вони там мають в своєй програмі розглянути питання з конституційності роботи Вищого антикоррупційного суду. Це може напряму причинить призупинення безвізового режиму з ЄС. Я думаю, що народ України точно не буде прощати такі рішення. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий уже получил обращение парламентария, подтвердили в КСУ. Однак, коли документ рассмотрят, не говорят якобы такої формы обращения, як заявление законом не предусмотрено. Для депутатського звернення законом про статус народного депутата передбачено 10 днів. Для запиту народних депутатів 15 днів. У нас заява. Якщо брати заяву, я навіть... То, хто прозвищ на 15 днів. Скорі не має, да, вот такий звернення, заява? Заява, так. В Верховной Раді тем временем подготовили законопроект, который временно обезопасить страну от решений КСУ, которые могут вызвать возмущение людей. Ми зараз намагаємося, оскільки суддів Конституційного суду, принаймні, поки що, не заявили про те, що хтось із них готовий идти в відставку, незважаючи на заяву. Тому якраз ми готуємо законопроект, який так покликаний на певний період заблокувати діяльність Конституційного суду в частині розгляду справ, для того, щоб вони не могли дестабілізувати суспільство. В Євросоюзі рані заявили, підтримують, підтримують президентом і правительством шаги, направлені на вивод України із Конституційного кризиса. І о конституційному кризисі говоримо з Федором Венеславським, представителем президента України в Конституційному суді, народним депутатом України. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Верховна Рада не змогла рассмотреть законопроект, восстанавливаючи відменені конституційному суду пункту, і при цьому всім Дубинський, ваш колега, ще внес свій законопроект. Що зараз ви в цій ситуації будете робити? Що розсматрити? Президентський вариант Дубинського? Що робити? Ну, действует в соответствии с законом, к чому призывают практически все. А закон о регламенте Верховной Рады України говорит четко, что нужно рассматривать одновременно і основной законопроект, і альтернативний. Поэтому тот законопроект, который вчера, вернее, позавчера зарегистрировав народний депутат Дубинський, он фактически является способом затормозить как раз рассмотрение у Верховной Рады законопроекта, который восстанавливает негативные последствия решения Конституционного суда України, а именно он восстанавливает действия тех норм закона о предотвращении коррупции, которые утратили силу, и статьи Уголовного кодекса України, который предусматривает как раз ответственность за недостоверную информацию в декларации госчиновников. Поэтому я думаю, что на следующей неделе, когда все альтернативные законопроекты в установленные сроки будут поданы Верховной Раде всеми заинтересованными субъектами, Верховная Рада сможет рассмотреть и принять решение. Почти 60% украинцев негативно относятся к тому, что КСУ отменило электронное декларирование, и такие результаты группы рейтинг провели они социологическое исследование. Как сейчас выходить из кризиса? Как объяснять украинцам, что делать дальше? Как ситуация пройдет дальше? Ну, вне всякого сомнения, своим решением Конституционного суда, Конституционный суд своим решением от 27 октября, он фактически поставил себя против всей Украины, против граждан Украины, и поставил себя, главное, против самой Конституции, потому что, по большому счету, суди Конституционного суда Украины, определяя на предмет соответствия Конституции закон о предотвращении коррупции и соответствующей статье Уголовного кодекса, они учли только те нормы, которые им позволяли более-менее каким-то образом принять то решение. Они не учли действительно ключевую ценностную вещь, которая закреплена в Конституции, это Евроатлантическая ассоциация и ориентация Украины, которая является неотъемлемой частью которой является как раз антикоррупционное законодательство. Поэтому уровень недоверия до Конституционного суда, он очевидно зашкаливает. Это во-первых. Во-вторых, любая ситуация, которая происходит, в том числе кризисная, она показывает все недостатки, которые существуют в этой сфере. И сейчас, общаясь с коллегами, с конституционалистами, с докторами, специалистами в этой сфере Конституционного права, мы обсуждаем и дискутируем, и как раз вот эта ситуация с Конституционным судом, она демонстрирует, что есть определенные, скажем, проблемы в Конституционном регулировании статуса Конституционного суда. Потому что в наших реалиях, к сожалению, когда законодатель постарался сделать максимально независимым Конституционный суд, это превратилось фактически в беспредел самого Конституционного суда, который по очень меткому замечанию одного из журналистов взял фактически в заложники всю страну. То есть Конституционный суд Украины действует против интереса Украины, против интереса украинского народа. И, конечно, нужно принимать радикальные меры. Поэтому президент Зеленский созвал заседание Совета безопасности и обороны, на котором было четко и однозначно заявлено, что решение Конституционного суда представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, и нужно принимать радикальные меры. И такими радикальными мерами на данный момент видится перезагрузка Конституционного суда Украины. В том, имеется в виду, в части, которые голосовали за это незаконное решение в условиях конфликта интересов с начисленными нарушениями. И это продемонстрировало очень много проблем. Федор, было предложение добровольно уйти судьям в отставку. Насколько это реально, как считаете? Вы знаете, я хочу уточнить, там немножко неточная информация прозвучала. На самом деле, заявление с обращением к судям Конституционного суда, к 11 судям, там перечислены пофамильно, те, кто голосовал за незаконное, нелегитимное по большому счету решение, подписалось не 224, а 234 народных депутатов Украины. То есть, это абсолютное большинство, которое позволяет принимать любые решения. И с точки зрения нашей, это был бы идеальный вариант, чтобы те судьи, которые понимают свою ответственность за такое решение, причем я хочу сказать, что по моей информации, иные судьи, которые голосовали против, в заседании, они как раз убеждали коллег, что нельзя вот таким образом делать, потому что это и незаконно, и не соответствует Конституции, и повлечет на численные негативные последствия. Но, к сожалению, большинство руководствовалось какими-то другими мотивами и приняло то решение, которое, на самом деле, повлекло очень глубокий политико-правовой кризис. Поэтому, конечно, этот кризис мы будем решать. Идеальный вариант был бы, если бы судьи ушли в отставку. Если судьи не уйдут в отставку, все равно поддержка президента фракции, я думаю, будет, и будут приняты более радикальные меры, вплоть до тех сценариев, о которых мы заявили в Верховной Раде. — Глава КСУ Тупицкий продолжает утверждать, что не было никаких нарушений по поводу того, что он не задекларировал свое имущество в Крыму. Пойдет ли он на попятную? Что с ним делать, как решать вопрос? — Я думаю, что идеальный вариант как раз в данной ситуации был бы, если бы сам Тупицкий ушел в отставку. Потому что он уже столько показал свою некомпетентность и заангажированность и симпатии Российской Федерации, что дальше вообще очень сложно что-то себе еще представить. Знаете, когда мы обсуждали вопрос на фракции по поводу заявления Тупицкого, вернее, не заявления, а результатов расследования журналистов, которые обнаружили, что Тупицкий в 2018 году приобрел в Автономной Республике Крым, на временно оккупированной Российской Федерацией, страной-агрессором, земельный участок, некоторые депутаты, наши коллеги, а именно Лиза Багутская, которая была вынуждена фактически уехать от преследований из территории Крыма, она со слезами на глазах говорила, что многие люди сейчас поставлены в такие условия, что они вынуждены за бесценок продавать свое имущество в Крыму, продавать свои земельные участки, а некоторые негодяи, пользуясь вот такими очень неблагоприятными условиями для людей, покупают. Это первое. Второе. Понимаете, когда глава Конституционного Суда Украины на всю Украину в прямом эфире заявляет, что я не знал, как задекларировать, то у меня вопрос к профессиональной компетенции такого юриста, который не понимает, который должен толковать Конституцию, который должен определять соответствие Конституции законов, он говорит, я не знаю, как заполнить декларацию. Ну, детский лепет, извините меня. И кроме того, когда он заявил, что перезагрузка Конституционного Суда Украины повлечет за собой гипотетическую угрозу территориальной целостности, то я думаю, это тоже признак того, что человек вообще не понимает юрисдикцию Конституционного Суда. Конституционный суд не рассматривает на предмет соответствия Конституции акты органов местного самоуправления. А Тупицкий фактически заявил, что области сейчас начнут сепаратистские движения и некому будет их остановить. Будет кому остановить. Это функция президента, но не Конституционного Суда. А вот такие подсказки, они достаточно настораживают с точки зрения целей принятия данного решения. Еще одного эксперта привлекаем к нашей беседе. С нами на связи политолог Петр Охотин. Ваше мнение, как выйти сейчас из этого Конституционного кризиса? Потому что есть возможность отменить решение, из-за которого начался этот кризис. Будет ли отставка добровольная, либо власти нужно самостоятельно решать? Если решать, то как? Ну, я хотел бы понять, как выйти из этого кризиса. Давайте вспомним, как в него вошли. И в данном случае в этой вот кризисе есть очень конкретные фамилии. Это фамилии судей, которые находятся в Конституционном суде, которые получают хорошую зарплату, которые должны были бы защищать Конституцию, а не делать все угодно, чтобы делать менее публичным. Декларирование доходов и, соответственно, уводить Украину от того, что она фактически очень тяжело добывала все эти годы. Таким образом, наиболее лучшим вариантом, наверное, есть добровольная отставка ряда судей Конституционного суда. В том числе таких уже, наверное, стоющих одиозными людей, как господин Тупинский, господин Городовенко и другие. Если же этого не будет, то мы будем дальше смотреть на то, как фактически президент Зеленский, офис президента Зеленского, антикоррупционные организации будут бороться с этим судом, и наш кризис будет дальше продолжаться, потому что просто сейчас отойти назад и разрешить судням сделать то, что они сделали, фактически ставит под вопрос, как то, кто все-таки в Украине главный источник национальной безопасности, а им все-таки должен быть президент Украины, и создает очень много чего неблагоприятного, того, чего мы уже проходили во времена Виктора Ющенко. Видим, что Зеленский не Ющенко, и я надеюсь, что все-таки выход из этого кризиса будет найден. Смотрите, мы так описываем этот КСУ, а какой ущерб он может нанести государству, если будет существовать вот в таком виде дальше, в таком составе? Ну, во-первых, смотрите, когда судьи, которые должны защищать Конституцию, начинают заниматься политикой, появляются вопросы, кто за этим стоит, какая это мотивация, и я считаю, что эти люди должны быть проверены насчет того, обещали ли им какие-то бонусы, есть ли на них какое-то другое политическое давление, в том числе связанное с политическими группами так называемой старой власти. А мы помним, что этот состав Конституционного суда — это прежде всего люди, которых избирал старый парламент и люди, которых легитимизировал старый бывший президент. То есть первый вопрос — это вообще, могут ли судьи Конституционного суда заниматься политикой. Я думаю, что нет. И большой ущерб стране в общем наносится, если они стают просто политиканами. Второй вопрос — это, конечно же, вопрос отношений с Западом, в частности с Европейским Союзом. И тут мы вспоминаем, что публичное декларирование — это было требование Запада. В то же время европейская интеграция у нас прописана в Конституции Украины. То есть, другими словами, вот эти политические качели опять-таки наносят вред уже трактовки той же Конституции. И в частности тем статьям, которые судьи этого суда легитимизировали. Потому что они ничего не сказали о том, что нельзя вносить вопрос про евроинтеграцию в Конституцию. Соответственно, этот вопрос сейчас у нас есть, присутствует. Смотрите, если говорить снова-таки о том же составе, который у нас есть. Много вопросов на рассмотрение Конституционного суда. И в частности по поводу отмены системы гарантирования вклада физических лиц. Этот вопрос у них сейчас на рассмотрении. И вот приближается к решению. Убытки для государства могут достичь, посчитали эксперты, 270 миллиардов гривен. Как предотвратить, чтобы КСУ не рассматривал эти вопросы? Вообще возможно ли это? Этот вопрос есть менее значительным для судей, чем вопрос, в частности, декларирования больших политиков. Если мы вообще вспоминаем про гарантирование вклада физических лиц, то у нас будет много вопросов и к так называемому банкопаду 2014 года и защите, собственно, обычных граждан Украины. Поэтому мне кажется, что когда начинаются спекуляции вокруг этого вопроса, мы немножко уходим от основных проблем. О том, что судьи занимаются политикой и о том, что они просто не хотят, чтобы их доходы были публичными. Да, Федор, прошу ваше мнение. Я хочу уточнить. Очень важный момент. Я бы, скажем так, не сбрасывал со счетов такую целенаправленную деятельность Конституционного суда Украины, которая представляет не такую угрозу национальной безопасности, как данное решение, а комплексная проблема с точки зрения экономических последствий решения Конституционного суда. Да, что теряет государство Украины, что мы с вами теряем? Вот смотрите, я как раз цифром хочу вернуться. У меня сейчас с собой, к сожалению, нет точных цифр, но есть очень интересная тенденция в последних решениях Конституционного суда. Именно эта тенденция вырисовалась уже когда Конституционный суд Украины начал работать в условиях, когда мы получили большинство в парламенте, когда президентом стал Зеленский. Конституционный суд начал, вопреки своим прежним правовым позициям, сформулированным в 2011 и в 2012 году, 26 декабря 2011 и 25 января 2012 года, если не ошибаюсь, мы от наоборот цифры 25, 26 января и, соответственно, декабря, Конституционный суд Украины сформулировал очень правильную правовую позицию, которая соответствует фактически международным экономическим, скажем так, международным документам, которые закрепляют экономические права граждан. Что государство может реализовать свои финансовые, социальные обязательства перед гражданами только исходя из возможностей бюджета. Простыми словами, для людей, если в государственном бюджете есть деньги, то он может выполнять более широко свою социальную функцию государства. Если денег нет, государство, в принципе, их взять неоткуда. И надеяться, что государство будет выплачивать какие-то очень большие социальные гарантии, компенсации и льготы, ну, это неправильно. И это сформулировал Конституционный суд в 2011-м, в двух решениях, в 2011-м и 2012-м году. А с фактически 2019 года Конституционный суд Украины, вопреки своей позиции, начал признавать неконституционными вот эти, скажем так, ограничения законами отмены социальных, чрезмерных социальных гарантий, компенсаций и льгот. И в результате государство на сегодняшний день уже теряет на таких выплатах. То есть этот удар прямо по государственному бюджету теряет десятки и сотни миллиардов гривен с каждого такого решения. То есть мы видим, что... Соответственно, наши кошельки. Это, понимаете, это фактически дисбаланс государственного бюджета, который является следствием как раз таких решений Конституционного суда. Причем я хочу обратить внимание, что эти решения начали продуцироваться Конституционным судом уже при власти, которая представлена нашей политической силой. Когда президентом стал Владимир Зеленский и когда наша политическая сила получила большинство в парламенте. То есть, если подытожить, я не хочу сейчас искать какие-то теории заговора... Хотите сказать саботаж? Но вот это может быть одним из элементов глобальной такой антиукраинской деятельности Конституционного суда Украины, который пытается вогнать государство в такую ситуацию, при которой он не может выполнять решения Конституционного суда, которые тянут с собой многомиллиардные выплаты. И фактически это является одним из элементов дискредитации власти. А если это все поставить в один ряд, и в том числе решения, связанные с антикоррупционным законодательством, решения, связанные с фондом гарантированным, потенциальным решением с фондом гарантирования вкладов физических лиц, то вырисовывается достаточно такая интересная и четкая позиция Конституционного суда, которая явно не идет в унисон с интересами государства. Подводя итоги, Петр, по поводу Конституционного суда, все же ноги откуда растут такого поведения? По логе такого поведения нужно искать в старой власти. Напомню, что Конституционный суд назначается сроком на 9 лет. И там есть люди, как показывает пример господина Тупицкого, которые, скорее всего, имели отношение еще с Виктором Януковичем. Некоторые из них получали свою должность во времена Петра Порошенко. И видим, Петр Алексеевич достаточно активно эту ситуацию комментирует. И у меня складывается впечатление, что ему нравится то, что делается, потому что он уже давно борется с президентом Зеленским и, соответственно, таким образом получает баллы. Я думаю, что нужно искать корни в таком себе заговоре старой власти, которая не хочет отойти от кормушки. Судьи нам обходятся достаточно дорого. В среднем награда судей в месяц — это, если не ошибаюсь, около 400 миллионов, извините, 400 тысяч гривен. То есть это зарплаты топ-менеджеров. Они просто не хотят декларировать свои доходы, и они заинтересованы в том, чтобы вернулась старая власть. И моя гипотеза такая. Да, спасибо, Петр Охотин. Политолог с нами был на связи по скайпу. Благодарю. Да, Федор, буквально коротко и переходим дальше. Очень коротко, что есть три судьи, которые были назначены при Януковиче. Я думаю, всем понятно, что без личной преданности Януковичу на такую должность, в принципе, попасть было нельзя. Поэтому, конечно, я соглашаюсь, что тут имеет место. И, скажем так, борьба старой власти с нашей политической силой, с нашей властью и с Украиной в целом. Давайте переходить дальше, двигаться к следующим событиям. У нас все-таки события недели. Мы подбиваем итоги все, что было. Реинтеграция неподконтрольной части Донбасса должна быть безопасной, чтобы эта территория не стала опухолью для страны. Так считает вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он уверен, России Донбасс не нужен. И сейчас Кремль пытается от него избавиться. Так, чтобы дать возможность сохранить лицо президенту Путину. Нам главное не взяти его назад, повторю еще раз, безопасная реинтеграция, не взяти его назад, как, знаете, онкопухлину, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это хворые территории. Ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, и мы от них остаемся, або ликовать. Я за терапию. Я за ликование и полное восстановление нашего организма. И есть реакция фракции «Слуги народа». Заявление Алексея Резникова о необходимости безопасной реинтеграции прокомментировала замглавы фракции Евгения Кравчук. По ее словам, сложнее всего будет вернуть умы людей, живущих по ту сторону линии соприкосновения. На жаль, российские телевидения там больше смотрятся, чем украинские, и это большая проблема. В том числе нам нужно это решать в ближайшее время. Я бы не хотела, чтобы мы акцентовали именно на каких-то отдельных висловлениях и отдельных фразах, а транслювать жителям тимчасово окупованных территорий те кроки, которые мы видим для реинтеграции. Для этого, например, есть телеканал «Дом». Для этого мы работаем, для этого мы работаем, для этого у нас приходят эксперты к нам в студию, разъясняют, что же на самом деле происходит. По поводу возвращения умов. Это сложный вопрос, это безумно сложная процедура, этапы. Как возвращать умы? Как объяснять? Столько времени прошло. Вы знаете, я полностью согласен с Евгением и с Алексеем Резником по поводу того, что мы на данный момент уже частично проиграли битву за умы. Если вспомнить 2014 год и поговорить с нашими военными, которые участвовали в антитеррористической операции, потом в операции объединенных сил, то целью российской военной агрессии на территории Луганской и Донецкой области были прежде всего телекоммуникационные средства передачи информации. То есть они прежде всего подрывали вышки, которые позволяли транслировать телерадиосигнал на территорию, временно оккупированную территорию. И потом начали массировано зомбировать через свои средства массовой информации, через российские каналы наших людей. Я вам скажу честно, я в 2015 году также проходил службу в вооруженных силах Украины, а именно в государственной пограничной службе, и проехал всю линию разграничения от Красноталовки-Миловоя до Мариуполя. Так вот, меня как специалиста в области конституционного права на тот момент поразило то, что я вот эти три недели, которые мы ездили, не видел ни одного украинского канала. Мы, военнослужащие, в том числе военнослужащие антироссийской операции, операции объединенных сил, были также вынуждены слушать то, что говорят российские каналы. То есть это было для меня дико. И фактически власть... И какое-то промывание мозга прекрасное, в кавычках. Совершенно верно. То есть власть упустила очень важный момент информационной составляющей этой военной агрессии. Потому что в нынешних условиях гибридной войны именно информационная составляющая является очень важной. Поэтому ваш канал, аналогичные проекты, которые могли бы доносить позицию Украины до жителей временно оккупированной территории, это является одним из первоначальных и наиболее важных... Одной из наиболее важных задач, которую необходимо решать и продолжать решать. А дальше, конечно, я согласен с вице-премьером по вопросам реинтеграции, что нужно разрабатывать комплексную программу именно борьбы за умы людей. Нужно показывать, что они нам нужны, что Украина от них не отказывается. Те, кто еще верят, там есть много, те, которые верят и которые хотят жить в свободной Украине, а не в таежной России. Поэтому я думаю, что безопасная реинтеграция, она должна решаться комплексно. Прежде всего, я уже как специалист в области конституционного права могу сказать, что реинтеграция без разоружения незаконных воинских формирований, без выхода с нашей территории иностранных воинских формирований Российской Федерации, она очень усложнена. И даже любые мирные инициативы, которые продуцируются переговорной группой с нашей стороны, они прежде всего направлены на то, чтобы обеспечить безопасность граждан и возможную безопасность будущих выборов. Чтобы они соответствовали всем международным стандартам, которые регламентируют невозможность проведения выборов, когда есть угроза военной силы, которая на данный момент никуда не делась и присутствует. Продолжая тему Донбасса, за 100 дней перемирия почти в 10 раз сократились боевые потери среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает офис президента. С 27 июля по 3 ноября этого года в объединенных силах трое погибших, тогда как за тот же период 19-го погибли 29 украинских защитников. За 6 лет еще не удавалось так долго удерживать режим прекращения огня на Донбассе. Российская сторона активно продолжает действия по дискредитации, прежде всего, и военнослужащих сил, и руководства. Розиграються много разных сценарий, проводится информационная кампания, и те силы, про которые я наголосил, действуют постоянно провокационные действия. Это и обстрелы, в основном, с легкого стрелецкого оружия. Это и порушения в плане минувания территории. Как сообщают, большинство нарушений режима тишины – это все же провокации противника, так говорят в командовании объединенных сил. Федор, как долго, как считаете, насколько долго удастся вот такой режим удерживать? Вы знаете, я думаю, что сам факт удержания режима, когда минимально стреляют и не гибнут люди, это первый шаг к решению глобальной проблемы в реинтеграции временно оккупированных территорий. Потому что чем меньше стреляют, тем больше маневров, простора для маневров, политических переговоров, и тем вероятнее, скажем так, поиск того варианта решения этой проблемы, которое будет воспринято и обществом украинским, и будет поддержано международными нашими партнерами. Поэтому то, что президент Зеленский добился прекращения огня, я считаю, это впервые фактически за всю историю семилетней войны, которая, к сожалению, уже идет практически семь лет, это очень большая победа. Дальше трехсторонняя контактная группа работает, и я думаю, что будут наработаны те механизмы, их озвучит президент, который позволит решить проблему войны. Это, конечно, самая большая проблема, ее нужно решать, в этом сомнений нет. Нарабатываются механизмы, поверьте, они будут предложены, я думаю, в ближайшее время, и народ сможет оценить, насколько эффективными являются шаги нашей власти и лично президента Зеленского в решении этой беды, которая, к сожалению, есть на территории Украины. Как раз хотелось бы чуть-чуть детальнее поговорить о подготовленном украинской стороной плане совместных шагов для трехсторонней контактной группы. Он содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта следующего года, соответственно. Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. Ваше мнение, выборы 31 марта следующего года, сейчас это звучит утопично, вот как фантастика, потому что столько лет мы в этом жили, столько лет мы боролись за эту территорию. Насколько реальные такие шаги? Ну, опять же, все политики, все политологи, все эксперты дружно и бесконфликтно заявляют, что проблема именно в комплексный мер, который называется Минскими соглашениями, потому что они трактуются Российской Федерацией, Российской стороной по одним. Мы считаем, что должны быть обеспечены безопасные условия для проведения выборов, для того, чтобы выборы соответствовали Копенгангинским стандартам. Прежде всего, не должно быть никаких вооруженных формирований и должна быть полная демилитаризация этой территории. Полная демилитаризация невозможна без вывода незаконных воинских, без разоружения незаконных воинских формирований, состоящих из граждан Украины, которые проживают на территории автономной, которые проживают на отдельных районах Луганской и Донецкой области, и без вывода российских вооруженных сил из территории Украины. Вопрос о восстановлении контроля над границей, он тоже является ключевым, потому что на сегодняшний день это один из самых больших камней преткновения. Украинская сторона настаивает, что контроль над границей, для того, чтобы сделать невозможным любые перемещения военных подразделений с территории Российской Федерации, должен быть восстановлен до выборов. Российская Федерация считает, что он должен быть восстановлен после выборов. Но я думаю, что если мы найдем шаги демилитаризации, мы найдем шаги разоружения и вывода незаконных, скажем так, иностранных военных формирований, которые уйдут с территории Украины, то в принципе, если это произойдет в ближайшие месяцы и будет найден механизм при помощи наших международных партнеров, то гипотетические выборы могут состояться. Но они должны состояться только тогда, когда выборы будут полностью соответствовать требованиям международных документов и требованиям законодательства Украины о безопасности, о свободе агитации. То есть должны быть любые политические силы иметь возможность там представлять свою политическую программу, должны быть участники, членами территориальной комиссии, представители разных политических сил. А это возможно только тогда, когда есть, во-первых, свобода передвижения, когда нет никаких угроз для жизни и здоровья, когда есть свобода за средством массовой информации, которая освещает любые политические силы, программы любых политических сил, а не только те, которые выгодны стране-агрессору. Еще к одной теме, на самом деле, очень приятной, безумно приятной, что это решилось, что это было на этой неделе. Теперь говорим о возвращении героя. После трех лет в итальянской тюрьме нацгвардеец Виталий Маркев наконец дома. Сразу из аэропорта освобожденный нацгвардеец отправился на Банковую на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Маркева освободили во вторник, сразу после того, как апелляционный суд снял все обвинения в убийстве итальянского журналиста Андрея Аркелли. Тот погиб в 2014 году во время боев на Донбассе. Суд первой инстанции приговорил Маркева к 24 годам заключения. МВД Украины намерено обжаловать в европейском суде по правам человека необоснованное лишение свободы украинца. Это не описать словами. Это очень бурный океан, был эмоций. Я не верил, если честно. Я взагалі, когда я почув, что все обвинения были сняты, не только из меня, но и из всей Украины, как отвечающая с позором. Честно, я не верил в это. Я готовился до найгаршого сценария. Но надеялся на лучшее. Как считаете, чьи это больше достижений? Государство Украины, итальянского судопроизводства или так сложились обстоятельства? Вы знаете, я думаю, что это совместная победа разных составляющих, но прежде всего, это победа президента Зеленского. Потому что в силу своей должности я часто бываю на совещаниях у президента и практически вопрос освобождения Маркева был постоянно на контроле у президента. Он постоянно интересовался, постоянно давал соответствующие указания. И, конечно, и Министерство иностранных дел Украины, и Министерство внутренних дел Украины, и наши дипломатические представительства в Италии и в других европейских странах, они делали все возможное и невозможное для того, чтобы показать несостоятельность того приговора, который был вынесен для судом первой инстанции. Тут, конечно же, была, знаете, как бы консолидированная позиция международных партнеров, консолидированная позиция наших всех органов власти, которая в конечном результате привела к такому положительному результату. Я думаю, что это очень большая победа и очень положительный сигнал для наших граждан Украины, которые воюют за независимость на востоке Украины. При этом, как считаете, с юридической точки зрения, то, что в Европейском суде по правам человека будет обжалование вопроса, насколько это реальное дело? Что можно получить? Ну, с точки зрения справедливости, сатисфакции, которую может присудить Европейский суд по правам человека, это зависит от очень многих составляющих, но, вне всякого сомнения, человек фактически по решению апелляционного суда был признан невиновным, а следственно, как следствие, он незаконно, очень длительный срок содержался в местах заключения в Италии. Поэтому компенсация за то, что его было незаконно задержано, что он был незаконно задержан, компенсация за моральные, физические страдания, это уже вопрос того, как оценит уровень этой компенсации Европейский суд по правам человека. Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч евро моральной компенсации. Даже так. Как считаете, какие перспективы сейчас освобождения удерживаемых лиц? Тоже вопрос, который мы постоянно обсуждаем, ведется определенная работа, но по факту можем ли мы всех освободить? Вы знаете, я думаю, что это та сфера, которая требует минимального публичного освещения, потому что любое вмешательство журналистское и опубличивание некоторой информации об процессе освобождения наших удерживаемых лиц на территориях ОРЛДО, в Российской Федерации, на территории Атономной Республики Крым, она может привести как раз к негативным последствиям для этих лиц. Работа ведется системно, работа ведется ежедневно, работа это, опять же, на контроле у президента, ему постоянно докладывают о всех сдвигах по договоренностям. И я думаю, что мы также будем иметь возможность принимать на украинской земле очередных наших граждан, которые незаконно содержатся, удерживаются на территориях, которые контролируются страной-агрессором. Что сейчас стране-агрессору выгодно именно для нее, с той стороны, обмен всех на всех, обмен частичный, на что Россия может идти? Ну, понимаете, идет речь о том, что как раз очень сложно согласовать формулы, кого обменивается Российская Федерация, кого готова отдать Российской Федерации, и кого готова отдать Украина. Украина готова, как мы видим из прежних шагов, отдавать даже негодяев в обмен на наших героев. Потому что президент Зеленский, наша политическая сила и все органы власти понимают, что каждый человек, который незаконно содержится в стране-агрессор, это горе для семьи, горе для страны. Поэтому любыми шагами, любыми путями мы должны их освобождать. Но, тем не менее, технические моменты давайте оставим как раз переговорщикам, которые более умело смогут принести максимальную пользу для Украины и для граждан Украины обеспечить максимальное количество людей, которые мы сможем забрать и вернуть к себе. Спасибо вам большое за ваше разъяснение, за то, что пришли к нам сегодня в студию. А нашим зрителям напомню, что это был Федор Венеславский, представитель президента Украины в Конституционном суде и народный депутат Украины. Благодарю вас. Спасибо вам. А сейчас к нашей дискуссии присоединяется политолог Кость Бондаренко. Он с нами на связи по скайпу. Хотелось бы поговорить о подготовленном украинской стороной плане совместных шагов. Как вы считаете дальнейшие действия трехсторонней контактной группы? Что будет дальше? О каких этапах нам нужно сейчас договориться? И что потом? Стороны обменялись сегодня своим видением планов развития ситуации. Сначала сторона неподконтрольной территории передали свои предложения, которые вряд ли являются приемлемыми для Украины. Украина подготовила свои предложения, которые, очевидно, будут раскритикованы противоположной стороной конфликта. И очевидно, что теперь в трехсторонней контактной группе необходимо провести обсуждение. для того, чтобы понять, какие из пунктов, в принципе, выполнимы. Какие из пунктов могут быть компромиссными. И над какими вопросами необходимо поработать. Очень много вопросов к данному документу, поскольку, например, речь идет в этом документе о том, что уже в ближайшее время необходимо провести демилитаризацию неподконтрольных территорий. То есть, так называемых республик ДНР и ЛНР. И вопрос, а каким образом это должно проходить, эта демилитаризация должна проходить. Если украинская сторона надеется на то, что уже в марте месяце должны пройти выборы в местные органы власти, то вопрос, а на основе какого законодательства, по какой системе должны проходить там выборы и целый ряд других вопросов. То есть, пока еще можно говорить о том, что документ еще сырой, и предстоит его еще дискутировать, обсуждать. В любом случае, это еще вопрос времени. Насколько вы считаете, это реально выборы 31 марта? Потому что сегодня у нас был в гостях представитель президента в конституционном суде, и он говорил, что в принципе подготовить возможно. Ваше мнение, как вы думаете, насколько мы сможем это все организовать, чтобы было безопасно для населения? Нет, подготовить возможно. Теоретически возможно, но возникает большое количество других вопросов. Первый, необходимо, прежде чем проводить выборы, необходимо провести целый комплекс других мероприятий. То есть, необходимо развести войска, полностью разведения войск нет. Необходимо меняться пленными. Необходимо принять целый ряд законов, потому что, согласно минским договоренностям, выборы проходят уже на определенном этапе после того, как выполняется целый ряд других условий. То есть, украинская сторона тогда должна рассмотреть вопрос об особом статусе, как это прописано в минских договоренностях, должна рассмотреть вопрос об амнистии, закон об амнистии, а также договориться, как сказано в минских договоренностях, о модальности проведения выборного процесса. То есть, это все необходимо провести в кратчайшие сроки. Я достаточно скептически отношусь к тому, что это все возможно сделать за месяц-два, если это не было сделано на протяжении шести лет. А вы как считаете, сколько нужно времени на это? Думаю, что минимум полгода необходимо для этого при условии доброй воли со стороны друг друга. фактически. То есть, обе стороны, противоборствующие стороны, должны демонстрировать чудеса переговорного процесса и готовности идти на компромиссы. О каких сейчас достижениях по, что касается Донбасса, по вопросам Донбасса мы сейчас можем говорить? Пока что мы можем говорить сегодня о том, что 100 дней тишины. Тишина условная, но я всегда говорю в таких случаях, знаете, после подписания акта о капитуляции 9 мая 1945 года, еще на протяжении почти полугода гребели выстрелы в Германии. То есть, это уже не системные выстрелы, это уже не системное противостояние. Тишина, в принципе, соблюдается. Это главное. Но сегодня необходимы новые шаги. Я думаю, что таким первым шагом может стать снятие блокады, экономической блокады. Это главный вопрос. Он вводился в 2017 году решением Совета национальной безопасности и обороны. И я думаю, что именно решением Совета национальной безопасности и обороны экономическую блокаду Донбасса можно снять. Это в значительной степени может приблизить и решение других вопросов и возвращение взаимного доверия друг к другу. Леонид Кравчук говорил, что Украина будет предлагать создание свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в Урдло. Насколько сейчас можно говорить о возрождении экономики? Насколько реально ее возродить? А дело в том, что без свободной экономической зоны и без особого экономического статуса для Донбасса решить вопрос возрождения Донбасса практически невозможно. Необходимо привлечение инвестиций. Инвесторы заинтересованы в льготах для своего бизнеса, для инвестиций самих. И, соответственно, без этих льгот, без льготного режима, а значит, без режима свободной торговли решать вопрос экономики Донбасса, будущей экономики Донбасса в принципе невозможно. Так что в этом отношении Кравчук прав. И в этом отношении очень жаль, что менее половины граждан Украины во время опроса 25 октября высказали за свободную экономическую зону на Донбассе. А насколько реально вообще реализация сама? Что можно говорить о перспективах? Реализация абсолютно. Реализация это вопрос в принципе организационно-технический. У нас уже есть опыт создания свободных экономических зон. Я напомню, что во времена Ленида Кучмы в конце 90-х, в начале 2000-х годов у нас развивался целый ряд свободных экономических зон. У нас была создана специальная экономическая зона на Донбассе в свое время. И после оранжевой революции в 2005-м году ее прикрыли. И считаю, что это было сделано абсолютно по глупости, а не из-за большого ума. Возродить свободные экономические зоны или специальные экономические зоны не составит большой сложности. По поводу вопроса еще вы упомянули, большинство озвучило вариант, что за свободную экономическую зону. Но опять же таки вопрос, как это имплементировать, вопрос, как желание украинцев ввести в реальности. Ну, вот видите, в данной ситуации это относительное большинство, потому что это меньше, чем ответы на другие вопросы получил поддержку именно этот вопрос. А реально было слишком мало времени для разъяснения людям, что имелось в виду. Только неделя от момента, когда президент озвучил свои вопросы и до момента самого опроса. За это время невозможно разъяснить людям, что же имелось в виду. Но сейчас думаю, что государственная пропаганда и идеологическая машина должны работать в том, чтобы именно разъяснить людям, что имеет президент в виду, когда хочет практически создать свободную экономическую зону на Донбассе. И последний вопрос. Как считаете сейчас удержать, мы говорили о 100 днях тишины, как сейчас удержать их дальше? Это уже вопрос и к военным с одной стороны, а с другой стороны, это вопрос к политикам. Поскольку любое перемирие, оно всегда является временным. Любое перемирие заканчивается либо новым возобновлением боевых действий, либо же постоянным миром. Очень бы хотелось, чтобы были предприняты какие-то шаги для того, чтобы перемирие переросло в мир, а не в новый виток конфронтации. А без каких-то дальнейших шагов перемирие рано или поздно может кто-то, какой-то эксцесс исполнителя привести к тому, что по всей линии фронта начнутся новые боевые действия. Поэтому надо сейчас инициировать новые шаги по достижению мира, и тогда перемирие действительно перерастет в мир. Спасибо вам за ваше мнение, что присоединились к нашей дискуссии, сегодня к нашей беседе. По скайпу у нас был политолог Кость Бондаренко. Это была программа «На самом деле». Меня зовут Анна Нитченко. Смотрите нас по будням и будете узнавать, что на самом деле происходит в стране, в мире, в Украине. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин